Святой Георгий Победоносец завоевал уважение благодаря подвигу и непоглебимой вере в Бога. Ежегодно в День памяти и почитания героя в преддверии празднования Великой Победы, по сложившейся традиции в храме Георгия Победоносца в городе Видное, прошла торжественная литургия. Всем нам желаю помощи Божьей по молитвам святого великомученика Георгия Победоносца. Христос воскресе! Бористос воскресе! Православная церковь почитает героя как заступника русской земли. Георгий Победоносец родился в глубоко верующей семье и благодаря этому познал веру в Бога с самого детства, что, несомненно, отразилось на его будущем. Святой Георгий является одним из самых почитаемых у верующих христиан. Он присчислен к лику святых замуки, который претерпел, отстаивая свою веру в Иисуса Христа. Русский народ очень почитает этого святого и знает, что он помогает нам всегда во всех наших делах, слышит наши молитвы, приходит всегда на помощь. И он символ нашей победы над врагом во все времена. По окончанию богослужения в Георгиевском храме был совершен крестный ход. Не случайно в день памяти святого Георгия Победоносца закончилась Великая Отечественная война. Именно в день его памяти прозвучал последний выстрел. Несомненно, Георгий покровитель русского воинства, с чьей помощью осуществилась наша победа над фашистской Германией. Георгием Победоносцем связана в первую очередь история нашего Отечества, победы нашего Отечества. И не случайно Георгий Константинович Жуков, главнокомандующий одного из фронтов Великую Отечественную войну, можно сказать, приурочил победу советского народа над фашизмом и вхождение, взятие Берлина именно к 6 мая. Сегодня все-таки это исторический день, предвестник нашей Великой Победы. Торжественное мероприятие продолжилось на Аллее Славы. Участники церемонии почтили память погибшим минуты молчания, которую отсчитал главный колокол Георгиевского храма. А в завершение все пришедшие возложили цветы к вечному огню. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.